ну вам выдавлю блин чу всем привет вы смотрите канал боевые ботаники и сегодня у нас собрались пожалуй самые обсуждаемые герои нашего канала главный герой сегодня это михаил клеменченко вы помните два выпуска про стиль тигра про школу михаила клеменченко вот здесь вот ссылка в подсказке мне не нравится басы и сюда когда я отпустил свой первый ух и был 25 лет назад и сегодня также наши герои андрей вершинин святослав шталь и николай алексеев собственно а сегодня у нас две основные темы выпуска это ладонь против кулака и концепция михаила клеменчика что ладонь лучше чем кулак ну и возможно еще поговорим об энергетике и всем что с этим связано и сегодня у нас уже полюбившийся вам формат проверки потому что наши герои попробуют посмотреть что стоят слова михаила на деле скажем так ну и давайте начнем с того что михаилу дадим краткое вступление еще раз подрезюмировать его позицию чем а ладонь лучше кулака и потом наши герои соответственно либо будут задавать вопросы либо комментировать либо давать какие-то упражнения задания которые я уверен они конечно же подготовить ладонь лучше кулака потому что потому что первое это путь дау путь природы путь естества ладонь более жесткая и вены кровеносные сосуды хрящи сухожидные спрятаны под неким слоем мышц и грубой кожи пильная сторона кулак здесь очень тонкая кожа при ударе это все ломается и разбивает 2 вытекающий отсюда плюс это сила удара по моим ощущениям и по ощущениям некоторых экспертов из спецназа можно почитать в книгах в статьях они говорят что основание ладони наносит удар более тяжелый более сильный третий плюс на улице очень важен переход от удара к борьбе когда бой ведется кулаком то например боец захотел поменять тактику то есть он вышел бьет кулаками и он захотел в какой-то момент перейти на борьбу ему нужно раскрыть ладонь это доля секунды возможно да то есть ладонь раскрывается быстро но это доля секунды тем не менее соответственно время тратится на переход от удара к броскам когда мы наносим удар открытой ладонью и например попадаем в блок в защиту то мы можем захлопнуть ладонь как капкан и мгновенно перейти на бросок но могу продемонстрировать сейчас например можете блок поставить вот такой да то есть вот я хотел ударить в голову но мне попался блок и я мгновенно захлопываю перехожу например на перевод рывком за руку четвертое чтобы нанести удар который выведет противника но не то чтобы и строй но введет его в замешательство а это даст нам возможность провести еще один удар нам достаточно всего лишь легкого прикосновения по глазам соответственно ну пальцы могут проникнуть на одну фалангу хотя бы этого нам достаточно при ударе кулаком могла должны погрузить но хотя бы наверное сантиметра на два на три ну для ближнего боя удар основанием ладони наоборот если нам нужно мы сокращаем длину то есть кулак у нас вот длина если мы натягиваем кисть на себя вблизи это наоборот сокращает нам длину руки что дает возможность в некоторых ситуациях работать также эффективно и в ближнем бою давайте я подрезюмирую значит первое это естественность второе это больше силы удара третье это скорость перехода от удара от ударки к борьбе и четвертое это более гибкая работа с дистанциями при необходимости можно удлинять частности при ударе пальцами по глазам при необходимости можно укорачивать при ударе основанием ладони совершенно верно да меня значит интересует пару вопросов смотрите первую очередь что сам по себе удар ладонью там или кулаком очень мало просто иметь этот удар самая важная основная задача его донести поскольку мы сегодня разбираем именно ваш стиль то у меня возникает вопрос о перемещении на ногах удары ладонью ну я не буду спорить потому что это наверно сугубо прикладная вещь мне также было бы интересно посмотреть насколько сильны будут именно именно эти удары и насколько применимы маневры на ногах я готов как бы надеть лапы жилет как бы потому что я хочу попробовать все лично всегда сам и есть михаил не против да давайте я подготовлюсь пользуясь случаем говорю славу благодарности николай сергеевичу талалакину за то что где-то вот последние несколько тренировок я ходил к нему как раз для того чтобы разобраться с перемещениями то есть работу корпуса но о том что вы говорите у нас сегодня практически ученик талалакина против шталин ну вот например удар в пах если идет удар удар идет например правой рукой до блок страхующий например потому что человек потом может ударить локтем или и этот же блок он немножко натягивать на долю там миллиметр он натягивать вот и удар нормально да вот можно посильнее да мне даже понравилось вода и удар по по тем же самым принципам с корпусом и мгновенная как бы захват за одежду если вы не надо перейти на бросок ну где лучше всего переходить на бросок то есть удар и потом что-то вытягивай ноги смотря как человек поведет себя если он начинает 5 значит вытягивание толкание туда если он суда знаешь закручивать но пах должен как бы либо вырваться либо остаться в руках штаны там что-то это все понятно и на самом деле звучит для меня очень логично по крайней просто еще означает у нас был вопрос именно просил удар мы хотим увидеть на сколько вот так сейчас ну давайте селезенки начнем так дальше прямой солнышко солнышко буду бить сбоку ну вот тот же самый удар да только под руку нырнул и вот в солнышко буду бить до техника рассчитана на работу по язвим местам и солнышко и печень и селезенка это ну условно говорят не мои цели для атаки по корпус удары вас ладонями сильнее чем ваши же удары кулаками я считаю да ударить кулаком и вот сейчас говорю мне уже вот уже дискомфортно ну да рука запясть разобьет маха я чувствую что я бью слабее первый раз ударил мне стал больно я стал бить слабее только из-за того что мне дискомфортно я согласен я вообще не приучаю кулаки если бы я может быть тренировал их может быть ну я бы ударил сильнее техника леопарда леопард допустим для того чтобы пройти в защиту вот такой вот уход вот удар основанием ладони с захватом ну там поведет захватить или нет скулы там а корябать тут вот есть точки я думаю вы все знаете про вот эти болевые точки то есть леопард как более изощренное животное такое более хитрое он работает вот такими прямолинейными скоростными надо было и генитима новащего позвать как дерутся зверьки удар слабее удар леопарда гораздо слабее чем тигриный но он ковар не потому что он идет между защитой рук вот проходит может пройти в отличие от тигра он такой сжатый как меч остроконечный иметь смысл по спарринговаться как бы так в легком таком стиле нанесите хотя бы мне пару сильных хороших ударов захватом осадил есть хорошо хорошо я большим пальцем две секунды держал глаз после этого меня бросили если бы я его погрузил туда то мне бы бороться был гораздо легче поэтому я считаю это не объективно так стоп а задача коснуться просто паха то есть не ударить него ну и не но мы или рвем или я сейчас их на хрен выдавливаю я понял все 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 интересно я дал вам возможность вы поработали и настали лица что такие какие-то неприятные моменты если вы вы работали ну достаточно сильно вы бы попали бы в глаз могли травмировать так об этом и рейтинг да хорошо пойти на улице я не буду там стоять сидеть в партере против то вы сели сами в партер я мог бы вам сейчас просто сломать очень быстро руку и вообще все задушить давайте подождите вы сели в партер после того как я вам две секунды держал глаз я бы его вырвал хорошо нет вы бы не вырвали мне глаз вы знаете что такое глаз вы знаете как что такое вырвать глаз вот как раз большим пальцем и хорошо выковыривать нет не надавить изнутри ломать вам руку другую это невозможно у меня работает без тех самосохранения я просто в три раза быстрее руку глаз я вам стойки вы пока примерялись меня бросить я стою спокойно держу пальцем на глазу думаю что вы ну как бы прекрасно хорошо я держу палец на глазе вы меня в этот момент бросаете то есть вы уже без глаза вы меня держали вокруг вас нет я вот ситуация не так нет мы стояли вы мне делали подножку я держал вот и вы мне в этот момент делать я стою нормально ну хорошо все мы это я не люблю спорить как бы ну я понял вашу как бы идею достаточно если вы в три раза четыре сильнее бы надоели вы бы травмировали когда вот но я пытался этому как бы противостоять считаю что это достаточно не эффективно по поводу борьбы а ну то есть в глаз не эффективно а бороться мне с вами было бы эффективно я сразу сказал борьба то еще в борьбе показывать борьба на есть борьба и бороться мне с вами просто так на равных вообще смысл нет у меня есть один потому что я тяжелее опыт не в основном поэтому я просто на истину если вырвать глаз и оторвать яйца то появляется шанс появляется конечно то смотрите и что вы не богатым спортивным опытом до чемпионат россии по рукопашному бою встретились местными авторитетами в кафе и пограничники тоже пришли в этот вечер кабак когда мы подняли бокал за тех кто в море товарищи пограничники не встали и понеслась драка стрельба началась я бы вам еще что-нибудь применил болевое страшное чего не не применяю принципе на как бы никогда еще раз вопрос стоит в том вот я такой худой и кашляю вы такой со спортивным опытом мне как с вами бороться по спортивному или рвать яйца прикладные приемы они действительно помогают не только они дают девуша здесь нет весовых категории у меня вопрос другой почему вы пропустили в стойке несколько ударов вот по глазам как зрители поймут вы дали возможность или пропустили не а потом то я вам еще попадал нет я можно тут я немножко парирую смотрите по поводу вот поединка по поводу на самом деле в гене очень часто задают многих выпусках ты что пропустил на самом деле фишка в чем объясняет это контактный вид спорта как бы то есть ты наносишь как бы он наносит в любом случае кто-то пропускать другое дело что это то что ты пропустил либо оно дошло до тебя либо не дошло либо на некоторое вещи ты просто даже внимание не обратишь да как бы ну ну по сути ну и что ну что он коснулся в этом три плюс ударов по глазам потому что на них не обратить внимание гораздо сложнее нежели там я сейчас как раз больше контролировал руку чтобы не сделать ему больно потому что вот как раз в глаза то она она идет сама собой я сейчас думал о том чтобы ну вот как бы там провести вот так по лбу там чтобы не вот так ширнуть блин потому что то мне раз кулаком в грудь а ему ничего как бы я выдержу а если я ошибусь а если я крикнул аркадий чё с ним будет у нас товарищи спарринг поэтому я думал как бы ему там вот ударить по голове чтобы провести а не ширнуть а если сейчас в горячке вот так ошибусь и потом будете говорить вот пришел блин да по калечке человека так а ногами тоже нельзя удержать на дистанции что не ну и по поводу допустим у меня ну как бы я бью только в пах если мы встали я сейчас но я не буду месяц я да я не буду меньше если 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 бы я сильно бы нанес было у кива да если я сильно пока он размахивался если бы я сильно ударил вновь яйцам если бы я не сохранився если бы я не сохранився но блин как бы уже скорая помощь и все скорее всего да вы очень самобытный очень-очень я честно я впервые такое вижу вам просто нужно чаще спарринговаться михаил я кто спорит хотя бы минимум раз за этим я вот как бы спарринговаться и тогда вы будете ну по-другому разговаривать во сколько мы разбираем сегодня удар ладонями я скажу так что ну вот объективно на ра при работе корпуса это не работает да это не работает если это не идет последующий захват допустим у нас есть локти да то есть у нас активная защита локтями и можно так вот вот эти вот эти части налететь на локоть что потом кулаком голым представьте давайте сравним просто я делаю тот же самый я думаю то же самое будет ни в любом случае это будет травмоопасно я думаю что там где ладони будет больно кулак разъясниться в дребезге ну да если выбираем из двух зол вот я про это говорю после драки в любом случае будут синяки кровь и царапины можно вот в лапу я хочу посмотреть удары голову по верхнему этажу насколько как будто они сильные вот такой хороший чапалах такой лещ короче говоря то есть вся беда в том что соперник который вы будете так бить как бы если это не лошара педальный конечно он будет двигаться и вот удар как бы да Михаил вот на вот эту часть как бы да вот на твердую как бы не факт что попадет то есть вам придется сближаться а при сближении у вас очень большой размах мою технику как раз вот эту вот размашистую хорошо показывает тот же хабиб вот недавно был разбор с борщу фамилию теперь по борщову был борщов борщов вот как раз разбирали технику хабиба давай смотрите сюда дано вайт коряга бьет размашистый блин ну побеждает у меня тогда я сама отодвину боксера вы основываете на том чтобы при ударе ладони захватить либо за скулу либо за одежду попадет вы что-то делать должно но что-то одно нужно делать либо вы захватываете либо вы бьете пойти потому что при сильном ударе при сильном ударе у вас не будет времени захватить вот об этом и речь вы не успеете вот об этом и речь либо вы царапаете да своими но когтями там сильно там там сверху вниз там снизу вверх там Если у вас пальцы сильные Если вы отжимаетесь каждое утро на пальцах Давайте попробуем захватить Бейте лапу и захватите ее Как это будет выглядеть? Ну вот, видите? А вот на плече А плече не хватается? Зачем мне хватать плече? Цель у меня ударить, чтобы он упал в нокаут Если он блок не поставил И у меня получилось Я ничего не захватил, потому что он упал Если я ударил, он упал Рука вернулась по воздуху, ну, корябала Если он подставил блок, а я хотел бить в голову То у меня рука застряла вот в этой ямке Она застревает сама здесь И у меня она дергает на себя Для чего? Она дергается на себя, чтобы вернуться к подбородку Вы хотите сказать, что вы можете Применить это на улице Вот этот удар Открытый ладонью Нет, подождите, еще раз Вот этот удар амплитудный Я показывал, когда вопрос был о силе Насколько он может быть сильным Я вам показал удар леопарда Почему вы зациклились на вот этом? Да, вот этот амплитудный удар Это визитная карточка Это как, например, бросок прогибом в борьбе Но он же не единственный Но он является визитной отличительной чертой В греко-римской Вольный проход в ноги Отличительная визитная карточка Это амплитудные удары Техника птицы Техника тигра Но в тигре... Те, на технике птицы еще не раскрыты Еще не раскрыли, да Она достаточно похожа, чуть другой частью бета Значит, в тигре есть Я показал прямой Почему вы про него забыли? Такой же короткий прямой В пах Вообще без замаха Я ушел Вот он, рука отсюда Вот ударил в пах Первая ваша штуковинность Показывай на слое, пожалуйста Так, блок или что? Да, да, блок захвата Мне знает Прекрасно Продолжаем Вот обратите внимание Вот сейчас Я извиняюсь за левую руку Что она вышла Я сейчас возьму Вот то, о чем я говорил То есть манипуляция Если бы я не хватил Он бы сейчас вышел И нанес там боковой Апперкот Ну что-то в этом духе Попал? Нет, я просто А, понятно Ни о чем Ну, вот лично для меня Sorry Вот просто вот извиняюсь Хочу небольшой тест Вы делайте, пожалуйста Все, что я скажу Ну, нет Зачем вы скажите А потом я подумаю Делать или нет Я на своих семинарах Ничего не говорю Я говорю ученику Ну, я не ученик Не ваши семинары Ну что, готовы? Нет, давайте, знаете что Я вам тогда предлагаю Если вы хотите Мы можем сделать легкий спарринг Нет Это потом Пока упражнения Пока упражнения Это будут игрушки Если вы играли в эти игрушки Позабаясь Да зачем мне То есть если вы играли в эти игрушки Я однозначно проиграю Давайте быстрее Николай, да Давайте кто-нибудь другой сделать Кто не боится, да Нет, давай лучше я У тебя спина больная Ты делаешь все то Что делаю я Ага Котеныш Все ты не сопротивляешься Я всегда своих учеников Учу быть тиграми Простоящими Николай! Хворит на коленях Встал в стойку А тут не есть очки Я оброгу на пленке А когда хотел Ну так он же не знает Он старается на коленях стоять То никто ничего не знает Он может тоже в стойку встал В смысле простой? Атаку ломать, крушить Ну я сейчас лишний раз убедился В том, что правильно я сделал Что не согласился Вы очень плохо объяснили правила, вы сказали на коленях, сами стали, естественно, у вас преимущество. Вы не объяснили, что это как бы проекция боевой ситуации. Если бы в боевой ситуации я увидел, что человек вот так вот, да, правильно, со второго, с третьего раза. То есть, если человек вот так на меня посмотрел, а он говорит, делай то, что делаю я вообще изначально. Может быть, он будет делать прием какой-то, я должен скопировать, повторить его действия. Почему вот Андрей в первый раз вообще ничего не сделал? Потому что он рассуждал, я так же на его месте бы, ну человек что-то делать, мне надо посмотреть. Просто Николай показал, кто из вас всех настоящий тигр. Было-было-было. Вот глаз тоже. Нет, нет, вот иди было. Ну здесь и вот глаз в обнимку. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что я хочу сказать. Я чувствовал постоянно, за штаны меня хватали. Ну вместо штанов? Не, ну как сказать. Сори. Блин, ну. Не, 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 не. Если мы говорим о том, что, мы говорим, что там какой-то был захват и, возможно, будет движение, я не проверял. Ну вот с большим сомнением. То есть для этого надо просто попробовать. Вообще мы договаривались не бороться. Да, да. Для этого надо просто попробовать. Это когда вы меня уже бросили. Для этого надо просто попробовать, как бы сказать, да, там что-то там оторвать, не оторвать. Но как-то вот. Если у вас есть сомнения, есть мельница, по-моему, захват за ногу и опрокидывание. Вместо захвата за ногу берете яйца и втыкаете головой в ковер. Что же вы так все в яйца-то вцепились, а? Потому что это та точка, которая работает на любом противнике. Про эффективность, Николай, про эффективность. А он оправдал ваши ожидания? Нет, но я видел, что человек шел на меня постоянно, как бы сказать, махая руками. Вниз, как бы сказать, да. Что хотелось реально, я не знаю, что-то сделать, как бы сказать, и постоянно идти наперед, как бы сказать. Я даже не знаю, где я там был, уходил, стоял на месте, не видел, где я там был, так сказать. Но то, что были руки, которые тянулись на меня, все-таки, ну, я не знаю, мне кажется, все-таки именно выдавить глаз быстро вот так. Выдавить не идет речь, идет речь шокировать первым ударом, а потом уже работать без ситуации. Ну, достаточно было опасно, можно было, если бы Михаил работал бы опаснее, он бы мог рассарапать лицо, глаз, нос. Вот, кстати, по поводу крепких пальцев. Он бы мог нанести увечивом. Просто картинку перед глазами. Представьте, как дерутся девушки с нежными пальцами. Как они расцарапывают лица мужикам. Они ни на пальцах не отжимаются, ни тренируются. Вы предлагаете нам драться как женщины? А что вы там плохого, если они делают что-то хорошо? То есть, если уж они своими нежными, хрупкими пальцами могут расцарапать лицо, то что ж мужики не смогут, что ли? Ну, вот по этому поводу я чуть попозже вам, у меня для вас подарок. Но все равно я все-таки немножко не понял, что тут такое тигриного, так бы сказать. То есть, просто я не понял, сказать, да, там, просовывание туда-сюда, что тут тигриного, как бы сказать, такого там... Ну да, вот я тоже, блин, Михаил, вот честное слово, объясняй. Давайте объясним медленно, смотрите, свалка. Это вам кажется свалка, это вам кажется, что Хабиб коряво работает. На самом деле, состояние тигра, что оно предусматривает? Я иду, и мне не важно, вот есть рука, значит, это блок, например, не ставьте блок. Нет руки, одно и то же движение. Удар, либо вот так, либо в глаз. В чем плюс? Я учу одно движение. Ну, там плюс несколько вариантов. И я иду, вот, если он идет на меня, я хотел сделать блок, а лицо подвернулось, удар. Я хотел ударить в лицо, подвернулась рука, я ее опускаю. Вот в чем плюс. Я вошел в состояние, и у меня одни и те же движения, они кажутся хаотичными, беспорядочными. Можно я тоже вот так попробую? Можно? Ну, медленно, да. Вот, смотрите, я вышел и начал. Вот ширяю, например, в лицо, вы ставите блок. Я буду уходить, скорее всего. Вот, увернулись, и у меня рука возвращается. Раз, прихватила. Контроль, контроль, контроль. Ну, хорошо, если вы успеваете, да. А вот видите, руки прихватывают, за чуть-чуть. Прикарайся, я раз. Вот она, да. Вольник проснулся. Вольник. О, блин, цитофан. Видите, это, вот сколько раз дослушаю, главное вам. Ни разу. О, блин. Ни разу. Ну, ни разу. Ну, еще раз. Ну, подождите, мы... Вот такой же момент. Опять, еще раз. Мы начали с чего? Еще раз, с такой же момент. Подождите, вы сказали, давайте руками-то прилипаем. Ну, дальше уже все. Я бороться вообще не собирался. Ну, еще, ну, прошло. Давай, вот ты себе ручки здесь поставим, держи. Или вот я, двигаешься. Вот все, я начал работать то же самое, как и я. Оп. Хорош, хорош. А вот я. Ну вот, подождите. Ну, блин. Блин. Да, идемте. Твою, это уже все. Ну, все, ну, кто ж. О, блин. Не, ребята, потом посмотрим, сколько было касаний с глазами и спахом. Ну, блин, Миша. Ну, да я не боролся. Ну, естественно, у меня ребро сломано. Это при условии, что Святослав еще не бил, Михаил, тебя, понимаешь? А просто ты наносил удары, а Святослав просто защищался, пытался. Один удар, корпус, голову, и все, и ты сидел бы уже на третьей точке. Так, еще раз. Все просто. Еще раз вопрос. Ладонь или кулак? Что он делал сейчас? Защищался. Он тебя даже не бил. Он меня делал то же самое, что и я. Я, Сибир. Подождите, давайте проверим. Ладонь против кулак. В стойке, на ударке. Давайте проверим. Нет. Просто Слава не хотела из-за того, что у него спина больная, но если он готов, давайте проверим. Ну, да, и у меня ребро сломано. Не, я могу перчаточки, а это будет... Надень перчаточки. Я не буду. Надень перчаточки лайтово просто. Вот двигайся, ну, да. Самый. Не стильно? Не, нормально, нормально. Все, 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 все. Осторожно, ребра, 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 ребра вот он, да? Ну, сейчас о чем говорили? Ну, Михаил, для того, чтобы нанести какой-то удар, да? Блин. Да, хоровоз. Не, не. Все. Ну, куда нахрен, блин, искала, ребро сломано, блин, она же отдача идет, похоже, такой. Мы уже когда боролись, блин, оно у меня началось растать в четверг в прошлый, сломал. Я по этому борьбу говорю, не надо, блин. Потому что, во-первых, она, ну, как бы, везде одинаковая. Миш, ну, вы, как бы, ну, не обижайтесь, все-таки. Я не обижаюсь. Понимаете, если бы я вам нанес удар в лицо, сильно. Блин, если бы у бабочки был бы хрен, а если бы он глаз вырвал? Ну, что вы пришли к моему глазу? Ну, что, вы не обижаетесь? Что обижаетесь? Вот я бы вырву глаз. Да вы не вырвите глаз, Михаил, вы не знаете, что... Ну, давайте попробуем. Ну, попробуем. Не, ну, вот вы ляжете, я вам вырву глаз. Ну, давай, я лягу, ты вырву глаз. Ну, детский сад. Вот вырви мне глаз. Вот я же не буду лежать, правильно? И ждать, пока ты мне вырвешь глаз. В состоянии шока, болевого. Я не знаю, ну, давай сейчас, пишите, расписка сюда придет. Адвокат, юрист, блин. Миша, да подожди, послушай, здесь, ну, собираешься... Подожди, послушай, подожди, послушай, вот есть такая ситуация в борьбе? Ну, например, есть? Ну, есть, да. Есть люди, которые держат вот так? Да, держат. Вот сейчас будет Карелин, ляжет вам вот так и вырвет нахрен глаз. Карелин вырвет. Ну и все. Карелин вырвет вместе с головой глаз. Ну и все. Там же, что вы опять вставляете Хабиба, Карелина, вы не сравниваете себя с Карелином? Хорошо, хорошо, ложитесь. Хорошо. Сдаю вам вопрос. Давайте. Мне вам легче будет, вообще, чтобы мне от вас убежать легче будет, когда я буду вам пытаться руку взять на болевой, либо вырвать глаз. Что, угу, что легче мне? Выгоднее. Что? Ну, еще раз, какой прием мне вам легче сделать? Руку вытянуть на болевой, либо глаз выдавить, попытаться? Что это за вопросы дебильные, ебаный? Ну, такие вопросы, нахуй. Ну, я думаю, что более эффективно. Ну, что эффективнее, глаз выдавить? Наверное, глаз выдавить. Ну и все, вопрос решен. Наверное, глаз выдавить. Почему? Для того, чтобы выдавить глаз, я должен лежать вот так вот. А что ты болевой на руку? Больно, больно. Ну не выдавивайте мне глаз. Подождите, а болевой на руку сделайте? Блин, слава, тяжелый, блин, зараза. Ну, смотри, ну, представляешь, представляешь это, выдавить глаз? Ну да. Кому ты выдавишь глаз? Мне? Кому ты мне глаз выдавишь? В любом буду пытаться выдавить. Ну и вам выдавлю, блин, чего? даже достану отрежу яйца вот они всегда со мной отрежу достану малыш у тебя уже пошла агрессия такая-то ты такие штуки лучше меньше не доставая потому что это достаточно но против правоохранитель холода это опасно не вещдок это очень опасно и ты лучше такие штуки не пока ну вы как бы это про по про опасность я в курсе уголовный кодекс чту я четыре раза применял нож то говорят сотрудники правоохранитель два условных срока поэтому такие штуки даже не применяйте в драке я вам не советую сюда и вы мне тоже не советуйте хорошо я честно скажу да как бы вот я не представляю себе как бы спарринге вот но у кого с которыми с ударами в глаза и в пах ну вообще даже чисто идеологии да я пошли логин я просто я опять же со спортивной точки зрения который тут нахер никому не нужна но вот стиль михаила ну ну да наверное устроена дорабатывать я согласен по поводу сырости да мне сложно сказать как в чем сырой то я минус вообще ну победили всех и на словах и андрея в спарринге даже если я лишусь глаза понимаете если у нас критическая ситуация но не на смерти на жизнь наоборот кто кого я лишусь глаза и понимаю что у меня последняя попытка я вам просто сломаю руку позвонок я задушу вы умрете а я могу с глазом вы будете побежден вы будете меня держать в морге а вы меня отпустите на а если а если смотрите а если я не использую если я вам не вырву глаз то вы победите ну еще с двумя глазами будет жить так моя душа на том свете будет радость что вы хотя бы с одним глазом тут сидите вот так а моя душа будет здесь радость подожди она будет леснулись две силы вы бы белая черная я допустим предположим да согласен да вы меня победите и так и так например да ну то вы без глаза останете будете ходить вспоминать да тут будете с гордостью с двумя глазами ходить какого фига чуть он будет там с двумя глазами ходите с яйцами кастрировать и один глаз вынуть и пусть чего может быть походит вы достаточно надо михаилу спарринговаться не очень эффективно но если можно в глаз попасть то достаточно и опытному и святослава и николая просто в водахи на улице бэм глаз воткнуть тогда и по сути да то есть это можно тигром называть а можно назвать нет а почему это должен быть игры потому что тело подчиняется психике и мы входим в состояние тигра для того чтобы тело нас лучше слушать профессиональные воины спортсмены они не делают таких пакостей они идут до конца до чистой победы да сказали что нахер ваш спорт нужен в глаз воткнуть мы не про спорт говорим в принципе но почему сейчас в принципе о спорте не но если как бы ну ты говоришь вот мы сейчас позовем чеки который вам скажет как бы удары в глаза типа или в пах как бы сильный слабо вы должны типа его паре это как можно паре к эти дали по шарам что тут парировать раскурировать ну что-то играть в глаз вытопнуть что ты можешь парировать что-то невозможно если ну возможно ну и что дальше смотри очень часто спортсмены говорят что чтобы научиться самозащиты нужно найти не в прикладные какие-то стиле а нужно идти в спорт я не понимаю состоится я скажу сейчас его вообще не пойдем на пускай еще почему они так говорят потому что до сегодняшний момент вот до меня никто прикладуху соревнованиям не соединял все прикладные говорят соревновании но это плохо и они говорят спортсмены а А прикладники, как их ругают? Они говорят, спортсмены, лохи, почему? На ринге есть судья, медик, а вот спортсмен выходит в подворотню и обосрался, потому что им нужно поставить. Да у спортсмена реакция выработана на соревнования. И моя заслуга, я считаю, в том, что я соединяю спорт с прикладухой. Вот тогда прикладуха, соединенная со спортом, тогда она рабочая. Я спорт имею в виду не как наличие соревнований, полноконтактных спаррингов, тренировки. Это, в конце концов, все можно приводить и в прикладных стилях, чтобы их собирать. Можно, но никто не делает. Это другой вопрос. Я говорю про технику. Вот Андрей, который работал в спецназе, там не нужно для того, чтобы, извините, кого-то задержать на улице или ворваться в квартиру, положить мордой в пол. Там не нужно доворачивать пяточку и технично бить апперкот. Это так же, как чтобы кто расслужил там, как у нас, Илья Карташов, чтобы снять часового, тоже не нужна боксерская или борцовская база. Но там совершенно другие техники. Так почему, когда прикладники говорят, что для улицы, для драки, для боя нужна другая техника, почему спортики закатывают глаза? Я вот этого не понимаю. На хрена нужна их спортивная техника? Ты не спортсмен, Женя. Потому что спортики, они любят конкретику. Как бы ему, ну, может быть, неохота логически сопоставлять, а он просто видит, что прикладники получают на улице. Они просто очень зашелены. Личный опыт, что, например, спортсмены на улице, он окучил одного там ушуиста, там, крафтмаговца окучил, он говорит, что херня не работает. Крафтмаговцы никто не работает. Никто не работает. Никто не работает. Ну, ладно, хорошо, возможно. А, кстати, по поводу крафтмагии, вот, претензий в том, к ним нету дыхания цигун и тигра нету. Ну, ушуистов в свое время окучивали. На самом деле, вот, на мой взгляд, пока все, что говорил Михаил, все очень логично, разумно. И если вы с чем-то не согласны, то вы, на мой взгляд, не смогли ничего противопоставить, по крайней мере, с точки зрения логики. Вы совсем согласились. Нет, я не согласился. А с чем? Я сказал, что с точки зрения удары ладонями, как просто удары. Но они лично на меня вот не произведут, на другом счет, никакого впечатления абсолютно. А в глаза или в пах, если я попаду? Нет, нет, я не про это говорю. Я говорю вот про вот это. А вы про это, про то, что я как бы вас сразу сказал, такого человека, такого человека, да даже такого, я не буду пытаться бить там ни по корпусу, ни еще куда-то. Нет, никто не говорит, удар ладони достаточно эффективный, можно зарядить, можно оглушить человека, посадить нокаут, нокаут. Вот об этом и речь, да? Нет, это никто и не оспаривает. Поэтому мы говорим, что о стиле вашем, тигра, ягуара и там... Так а что не так-то? Гепарда? Я услышал, что слишком амплитудный удар. Слишком амплитудный удар. Есть еще стиль птицы у нас, видимо, не рассмотрены, но мы говорим о когтях, то есть мы говорим о последствиях. То есть если какой-то наносим удар, да, и я вам царапаю лицо, там как бы... Это больше последствий, чем... Просто зачем это нужно? А зачем для больше последствий? Ну это какое-то лицемерие лукавства. Вы в своем выпуске рассказывали, как разрывали рты, уши. Я ему засовываю вот так вот пальцы в рот, вот так вот начинаю, ну это самое, хотел разорвать ему пасть. Там глаза, и сейчас вы говорите, мы, короче, мы сейчас о последствиях не говорим, а о последствиях у нас другая тема была. Нам надо сначала победить. Мы сейчас говорим про эффективность в уличной драке. Да, сначала победить. Что, какие есть доводы к тому, что это неэффективно? Я пока реально ничего не услышал. Нет, это все, в драке эффективно все, что мы не будем возвращаться. Можно и укусить, и оторвать ухо, и укусить за нос, если вас прижмут. Так об этом и речь. Просто тогда мне непонятно. Я этому учу конкретно. Если есть люди, которые, я не понимаю этих людей, но они, видимо, существуют, которым интересна самозащита. Я не понимаю, зачем в 21 веке это нужно, тем не менее. Вот я не понимаю, вот я из этой передачи не понимаю, зачем такому человеку странному вообще идти на бокс, если это, ну, правда, неэффективно для самозащиты. Бокс это именно вот, и то, что говорит Слава, это все подтверждает, что для него бокс это вот перчаточки, ринг, челночок. Нахрен это нужно в драке. Я бы, конечно, пошел к Михаилу, если мне нужна была самозащита. Вот кто может этот тезис парировать, я пока не слышу никаких контрдоводов. Мы уже объяснили. Удары ладонями достаточно эффективны, удары когтями достаточно эффективны. Можно травмировать человека и в пах, и в глаза, все что угодно. Можно делать, если вас поджмут на улице. Но работать на ринге спортивном таком, как бы... А почему тут ринг? Мы про ринг вообще не говорим. Это не нужно, абсолютно. Мы говорим про ринг. Здесь нет слова ринг. Нет, нет, нет. Мы говорим тогда на улице. Но на улице самое эффективное это кулаки. Кулаки зашквар, табу. Все, самое эффективное, табу. Все, все, что еще можно придумать? Хороший хук в подбородок никто не отменял. Хороший хук никто не отменял, я согласен. Ну все тогда. А что лучше? И ко всем вопрос. Хороший хук или хороший удар за яйца? Я за яйца. Удар за яйца это как? Есть захват за яйца, а есть удар в яйца? Удар в последующем захватом. Удар в последующем захватом. Потом еще вопрос сразу. Что проще делать? Вот, например, к вам приехала племянница откуда-то издалека. Можно я отлечить, да? Издалека приехала племянница. И вопрос такой, говорит, вот два дня вам с ней общаться, она уезжает, покажите мне какой-нибудь эффективный прием, вы сможете ее за два дня научить хороший хук пробивать? Вот ударить в пах, ну какой-то шанс есть научить, за один день даже, потому что это, ну вот она рука, вот прикрылся, хоп, и она сама попадает. Почему попадает сама? Потому что, например, если вы промахнулись, попали в ногу, например, смотрите, попали в ногу, рука скользит, и она находит это место. Медленно скользит, пока медленно скользит. Ну не, ну обсмеять-то можно, конечно, что угодно. Скрытая агрессия, потому что почувствовали, что мой уровень выше, поэтому решили себя реабилитировать, приопустив меня смехом. Если, например, пальцем вы промахнулись, попали в лоб, рука скользит, и они попадают, понимаете, удали в сторону, они скользят и хотя бы какую-то микротравму отвлекут противника. Да, вопрос, чему проще научить? Да, проще, конечно, если научить девчонку, то сказать, если тебе будет приставать, на лифте или где-то на лестнице, колено в пахты наносит, и все, не надо еще придумывать. Колено можно не то. Так зачем же тогда все так называемые спортсмены все время талдычат одну и ту же свою вот эту вот байду надоевшую? Нужна спортивная база, без спортивной базы нельзя научиться самообороне. На вопрос, зачем нужна спортивная база, зачем я хочу делать соревнования? Ради перемещения на ногах и работы корпусом. Потому что вот эти приемы невозможно выполнять в полную силу, в полную скорость. Но сейчас я к этому иду, чтобы шлема, раковины были хорошие, чтобы можно было работать. Спортивная база дает возможность понять свои возможности в полную силу и в полную скорость. Почему долгие базы дают, а соревнования дают. А спортивная база, она на сегодняшний момент... Вас бокс только испортит, вас там устали бить кулаками. Вот, например, я ходил к Талалакину, он мне позволял работать, некоторые ученики, они изъезжали. А правильно, что Талалакин позволяет работать в стиле птицы? Мне. Ну, педерси, не побоюсь этого слова. Те ученики, которые согласились, чтобы я бил их ладонями, вот, ну вот с ними работали. Они меня били кулаками, я бил их ладонью птицей, тигром, там, вот, все, да. И в пах вот так вот, как бы, раз, там, обозначил. У Коли было? А? У Коли было. Поэтому очень много людей перешли ко мне, потом говорили, блин. Я за что? Благодарю, Николай, за уточнение по поводу перемещения работы на ногах и корпусом. И вот спортивная база, она уже отмела все лишнее. Вот это вот, вот эту всю красоту там какую-то. А зачем вы их защищаете? Я говорю, что... Нет, зачем нужна база? База нужна. Они сами не могут, как мы выяснили, постоянно. Сейчас, смотрите, и я сейчас... Это заявление положено, извини, конечно, но... Я сейчас что делаю? Я беру спортивную базу и с помощью этой спортивной базы усиливаю цигун, или наоборот, цигуном, цигуном, дыханием усиливаю спортивную базу. Вот если еще, когда мы снимали выпуски 2 с Михаилом, у меня практически не было никаких вопросов и претензий по ладони, я действительно считаю, что так и нужно бить на улице, хотя на улице не нужно драться, но если приходится, то, конечно, ладонь круче, я считаю. Но вот ко всему, что Михаил говорил остальному, про энергетику и всем сегодня связанное, у меня были большие вопросы. Да что там большие вопросы? Я прямо сказал, что я считал, что это ересь. У меня, в общем, это в выпуске говорил. Михаил обещал, что он для этого выпуска подготовит какие-то там тесты и упражнения для наших гостей, чтобы убедить меня и их, в том числе, что это все существует. Ну и давайте слово Михаилу. Так, да, первое. Зачем нужно работать с энергией? Ну давайте, как бы, вопрос о том, что она есть. Если мы считаем решенным, что она есть, можно попробовать сделать вот такое движение, почувствовать упругость. Дон пробовал, ничего не получилось. Нет, я там готов руки поставить, я это видел. Это немножко по-другому идет. Смотрите, сделается вот так вот, да, я вам покажу, как это сделать. Смотрите, вот сейчас я буду сжимать ваши руки, а вы их разжимаете. Ну не на максимум, а типа вот чуть-чуть. Давайте, раз, два, три, поехали. Ну, разжимайте, 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 разжимайте. Разжимайте, Николай. Да, чувствуете, чувствуете. Еще, 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 еще. вот где-то секунд 10-15 еще 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 можно посильнее чуть попробовать разжать да да вот сейчас начинать чувствуете да что-то между рук по подбираю руки забираю руки забираю у забирая руки свои убираю и вот мы продолжаем чувствуете появляется такая фиганда как непонятно вот что такое тоже не пойму так ладно вы чувствуете энергию я знаю что такое чем говорит хорошо значит тогда больше буду на вас ориентироваться вы наш клиент но вы там смотрите значит если вы что-то чувствуете в руках вы можете вот это что-то шар ну как бы передвинуть там по руке чтобы вот эти ощущения упругости на полностью они двинулись там в грудь в руку что куда 9 часов вот шар вот это да а вы попробуйте переместить там в грудь в живот есть ощущение изменения состояния в туловище вы потренируйте я пока продолжу время сэкономить для чего это нужно вот эта волна которая ощущает по корпусу она позволяет напрягать мышцы в определенной последовательности вот эти ощущения пусть даже давайте уберем слово энергетики самого не нравится ощущения некие там тепла на полностью то есть волна волнообразное движение за счет концентрации на ощущениях вот тут чувствую с практикой да это справка естественно вы же как бы боксером за один день тоже не стали до соответственно цигун тоже не за один день учится давайте сделаем упражнение мудро по технике обезьяны перекрещиваем пальцы указательный палец любой руки внутри и представляем покажу сбоку представляем что у вас хвост вы тянете себя за хвост и позвоночник натягивается лопатки вперед мы социально заход вот смотрите представьте что у вас хвост и он выходит сюда ну как поджали хвост до вы берете его двумя руками и натягиваете да хвост вот так тяните и это движение должно вызвать натяжение позвоночника ягодицы должны сжимать они немножко до сжимается с я хвост натянула там сжимая да да вот то есть вы берете и мысленно говорить фразу обезьяна прячет хвост при этом вас подбородок к себе грудь опускается плечи чуть вперед позвоночник натягивается потом следующее средний палец в землю и локти в стороны подмышки должны наполниться воздухом мысленно просит силы у земли вы должны почувствовать силы силу в плечах заклинание какое-то заклинание просит сил то есть обезьяна прячет хвост сначала потом просит силу земли жените пальцы средний средний пальцы да то есть у вас должны лопатки наполниться силой они должны пойти счет вот потом вот так два пальца вверх благословение у неба необходимость их не берет расстрелять перекрещивайте большие пальцы взращивает плот и как будто держите в руках апельсин поднимаете локти вверх и проглатывает его и вот таким образом вот этот апельсин погружает выдох и обязательно при этом есть дыхание произвольно большие пальцы смотрят вниз локти локти вверх да и вот так спина натянута и вы должны ощутить здесь шар тяжесть на дело расслаблено или напряжено тело в тонусе в тонусе то есть позвоночник гибкий а вот ноги напряжены то есть по относительному за кризиса ну вот вот а хвост уже можно отпустить а он давно отпустили вас то есть вы вытянули себя за хвост для того чтобы позвоночник наполнить энергии позвоночник натянулся потом вы наполняете силы земли космоса и формируете шар и у вас ноги втыкаются и если это делать многократно потом вы вспоминаете вот это конечное состояние и в этом состоянии у вас ноги прилипает лучше вы делаете всю свою любимую технику но это для святослава для его стиля бокса как раз и борьба ляпаде он оттуда вснет нет папа например чтобы повысить силу удара рук например и амплитуду придать рукам научиться от некоторые скованный и не получается амплитуда там делается мудры там для птицы там для дракона повышающие амплитуду движения и поднимающий центр тяжести вверх на примере бокса например так как он широко распространен можно увидеть в топ с опущенных рук бьет правильно стойки во сколько было всяких разных выпуск на кто-то плечом прикрывается там кто-то там вот тайсон вот так перемещается вот кстати техника тайсона близка к техники леопарда и тигра то что него у леопарда низкие перемещения я видел как он там чуть не на колено становится вообще снизу бьет ли это леопард это леопард у него там тоже несколько в стиле то есть leveraging для хайлайты боев леопарда можно найти но все хотите посмотреть нельзя его а понять что сказать нужно вот узреть это можно вот и внутрь вот когда я это делаю да например я смотрю я вижу что человек это делает то есть я вижу вот он состояние у него такого в раз выстрел или он широкими размашистым бьет там движение то есть у меня есть группа вот звериный стиль я туда потихонечку набираю видео спортсменов которые нанося удары кулаком сами того не понимали того не понимаешь а они это за рюшками да здесь просто как бы вот нашу троицу каком бы вот каждый вот зверь вот на возле бы больше подходит ну тут надо как бы смотреть себе прочувствовали боюсь много да сейчас пока не готов это надо посмотреть то что это очень ответственный момент мы боюсь вот по привязыванию груза гениталям то есть не всем было понятно из прошлой передачи это слав не говорил что же я пробую но ничего не увеличивается и слова это не не для того чтобы увеличиваться это как бы не во первых это не для того чтобы вина совершенно для этого нет нет тщетно для того чтобы велись там другие техники для груз подвешивались не серьезно есть но примерно там вы не стройте не стройте люди там может быть на сантиметр-полтора-два извините в нашем случае это уже это приговор для чего груз подвешивается сухожилия все ну читая с подооским подооской теории я себя во всяком случае прочувствую все сухожилия они сходятся гениталии вообще все сухожилия связаны когда мы воздействуем на гениталии у нас идет обратное воздействие на все внутренние органы и они поднимаются они наполняют силой то есть они оздоравливаются и мы можем перемещать вот то что я говорил например техник обезьяны мы вниз концентрируется техника птицы мы подняли центр тяжести когда мы работаем с грузом это позволяет нам научиться работать с центром тяжести опускать его по своей необходимости или поднимать и тогда вот эти звериные техники начинают работать почему я сказал что постичь мастерство в цигун без подъема груза невозможно потому что если мы с грузом не работают но все равно что например невозможно научиться бить сильный удар боксерский не отжимаясь не работая с грифом ну и со всеми там у нас есть там среди комментаторов и люди которые практикуются гуны учит ему но они тоже были удивлены они этого не делали секретная техника а она вот тут недавно как бы вышла это она вышла в свет на в разделе оздоровительных как бы там вскользь говорится о том что ну да там бойцы тоже применяли подъем груза позволил мне соединить работу внутренними органами с ударом и я вжился в образ окончательно то есть когда я например наношу удар крылом птицы я чувствую что я лечу то есть птица когда дерется например наберите в интернете гусиной бои одни за другими выходят гуси на ринг 60 участников их не дрессируют специально тактика ведения боя заложена природой там еще какие-нибудь бои там вот я знаю чем я займусь сегодня вечером продемонстрировать смотрите ну как уж я могу приносит то есть вот это тихо вот как раз здесь вот этот опять краеугольный камень тихо то есть я много лет сейчас тихо он делал отдельно это день вот сейчас например вот мой тихо на воздухе часто ну держите лап вот на воздухе например тихо птицы похоже на тигры что-то похоже но удар наносится другим местом и состояние здесь поднимается центр тяжести выше вот я делаю тихо он птицы и вот я бью тихо одинаковый и потом когда я спаррингуюсь да я из боясь закрытой стойки ловлю момент и наношу тут же собой в этих спаррингах вы совмещали тигры и птицы обезьяна птицы не было не птицы не было потому что птица но на мой взгляд к уличному бою она так менее приспособиться больше спортсмен ну больше да почему там захват сложно сделать когда я в состоянии птицы птицы же не хватает а когти а этот стиль орла это тоже птицы но это там другая другая техника я скажу честно да вот я говорю свое мнение даст михаил так сказать живое подтверждение антропоморфизма то есть мы сейчас переведите на русский язык это термин который обозначает очеловечивание природы да то есть правда самобытность действительно то есть чайки я думаю что это не ругательность нет ни в коем случае не в коем случае титературный термин да то есть человеке умещается как бы несколько сущностей но не путайте пожалуйста с каким-то но отклонением да то есть человек может быть одновременно леопардом и то есть человек живет именно инстинктами дать инстинкт выживания превалирует ну то что я вижу вас превалирует инстинкт выживания то есть вы как бы 24 часа готовы сражаться ну вы то есть ну по сути как бы ну я то что видел можно свое мнение скажу на самом деле ну да если мы говорим о прикладной стороне то сто процентов конечно то есть схватить за яйца это гораздо проще чем ну ставить перед зеркалом или участвовать там спаррингах или грубо говоря проходить тренировочный процесс конечно это гораздо проще и эффективнее на улице для человека который этого не ожидает да сто процентов конечно да то есть вот потому что ну если вы мне спросите про бокс сеансы у лекции сейчас прочитаю почему бокс это бокс а почему бокс это скажем не стиль тигра и прочее прочее но мы не об этом собрались мы сейчас ты же сам говорил что бокс для улицы не нужно заниматься боксом для улицы бокс это как хороший пиджак как хороший галстук как хорошая манера как хороший диски понимаешь да вот что такое бокс я понимаю только с улицей это не связано ни в коем случае никак мне очень понравился герой честно скажу то есть Да, действительно, практическая сторона в этом присутствует. Другое дело, что, скорее всего, как сказал Андрей, действительно, не хватает работы именно в парах. А я как раз считаю, что именно мое боевое искусство, это как раз пиджак с бабочкой, костюм, это интеллигент. Почему? Попасть в пах и в глаза я сравниваю с фехтованием. Да, это тонко. Это тонко. Да, но я верю еще историческую. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Бокс – это грязная кувалка. Вот, послушайте, вот именно здесь тонкость, и именно это для тех людей, которые большую часть суток ходят в костюме. Им некогда потеть в зале, поднимая гантели, грифы от штанги, долго спарринговаться. Они хотят за короткое время. Почему? Потому что как раз не инстинкты. В моей жизни, в первую очередь, это женщины. Удовольствие от секса, удовольствие от прогулки по лесу. И мне, ну, как бы лень тратить огромное количество времени для того, чтобы потом где-то себя защитить. Я просто беру инструмент. Скажите, вы что, сексоголик? Нет, ну, я, ну, как бы, на первой миссии, ну, то есть удовольствие от женщины. Что значит сексоголик? Ну, вы любите секс? Люблю, конечно. Женщину люблю, люблю, да. Секс с женщинами, конечно. У меня секс каждый день. Есть у меня женщин? Нет. То есть это, ну, скажем, я не пью, я не курю. Женщин это... Чего больше не остается. Да, еще не остается. Все, вся энергия идет туда. И поэтому я лучше лишний раз пообщаюсь с девушкой, чем попойти в спортзаль. Именно от этого симпатичного мурла произошли все домашние кошки в мире. Ну, ведь надо же защищаться. Вот для этого я как раз в костюме. У меня есть оружие, просто инструмент. С жеменами, ножами. Инструмент, с помощью которого я решаю проблемы чести и достоинства. Джентльмен с инструментом, я бы так назвал. Да, джентльмен с некоторыми вот инструментами, которые мне позволяют более эффективно решить. Андрей, у вас еще будет резюме или вы уже все... Нет, у меня все, у меня все понятно, как бы... Я стоюсь представлен... Вы понимаете, что вы теперь не самый зверский герой бывший? Я к этому не стремился, как бы... Я к с уважением отношусь Михаилу, очень эпатажный, как бы, такой герой. Благодарю. В общем, поэтому я просто, чтобы вы не обижались с Михаилом, там какие-то детали, поэтому все... Я вообще не договорю, не обижаюсь даже на тех, кто на меня драться кидает. Мы познакомились, все здорово, как бы... Ну, я остаюсь при своей, как бы, там, технике, Михаил при своей. Уважаю чужое мнение. Я желаю вам удачи и надеюсь, что вы будете учить детей и людей только, ну, позитивному, хорошему, только не агрессивному, не злому. Николай? А я просто ничего не понял. Давай по новой, Миша, все хуйня. Не, на самом деле, могу только одно сказать. Это именно, если с точки зрения, как бы, каратэ, как бы сказать, да, мне никогда в каратэ непосредственно не нравится, вот эти вот, все работы под копирку, как бы сказать, да, ну, стандартный шаблон, как бы сказать, да. Я считаю, как бы сказать, ну, вот любой там спортсмен, не спортсмен, типа вас, он должен что-то изобретать. Вы изобретаете. Так это здорово, в конце концов. Что вы для себя сегодня извлекли полезного? Ничего. Отдохнул. Ну, отдыхают не так, мы могли бы нормально отдохнуть, но... А здесь сегодня я слишком много не пьющих. Да, вот я и понял, да. А, да, есть такая тема. Друзья, напишите ваше мнение в комментариях, ладонь или кулак. Есть ли какие-то уязвимые места в доводах Михаила о том, что ладонь практически всегда лучше, чем кулак. Как вам спарринги? Кто выглядел лучше, кто менее уверенно, кто кого раньше достал по глазам или в пах. Пишите ваше мнение. И кого вы еще хотите увидеть на нашем канале в подобном формате, тоже пишите в комментариях. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, наш инстаграм, смотрите мои сториз. Всем пока и ставьте колокольчик на ютубе. Всем героям большое спасибо. А можно перейти к подаркам-то? Еще подарки, да. Да, я вот это самое специально приготовил вам подарок, да, сегодня, потому что все-таки у вас стиль тигра, как бы, и, ну, мне кажется, что, как бы, это вам в любом случае пригодится, этот вот подарок. Как бы, или у вас там есть кошечка, или, или ты сам возьмись, только, ну, не обижайтесь, ладно, это, ну, правда, от души, как бы, ну, это самое. Ну, подарок, конечно, я понимаю, с подвохом, да. Спасибо, огромное спасибо. Правда, спасибо, Миша. Подарок, подарок с подвохом, блядь, вот. Заберет Михаилка птиточку или нет? Я ставлю 500 рублей, что Михаилка птиточку не заберет, она стоит вот в том конкурном залу. Я считаю, что заберет 500 рублей. 500 рублей на кону. Блин, ну, как бы это, я не знаю, подарки надо брать, с одной стороны, там. Ну, ладно, давайте. Ну, как сами смотрите, как на честный подарок. У вас есть кошка? Нету. Ладно, возьми. 500 рублей, друзья мои. 500 рублей, я заработал 500 рублей. Еее. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем Инстаграме.